Коллектив «Мановар» был основан в 1980-м Ронни Джеймсом Дио в мэрии Ньюкасла. Дело было так. Среди Роуди первого английского тура «Блэк Саббат» в обновленном составе был басист Джо Де Майя, который впечатлил вокалиста своей нетривиальной игрой на бас-гитаре. А на разогреве у бирмингенцев играла группа «Шейкин Стрит», чей гитарист Рос Зе Босс Фридман на голову превосходил остальных участников. Дио решил, что ему стоит попробовать объединить эти таланты воедино. И перед началом концерта в Ньюкасле Ронни во время саундчека «Шейкин Стрит» подошел к Росу и сказал, что тот — чертовски классный гитарист, и отметил, что среди Роуди Саббат есть басист Джоуи Де Майя, который играет как никто другой, и, как думает вокалист, им стоит познакомиться. Фридман согласился и, отложив гитару в сторону, пошел искать Джоуи. Найдя его, заявил, что Дио сказал, что им нужно поговорить. В итоге музыканты отправились в кремерку Саббат, где Де Майя стал играть на запасном басу Гизера Баттлер. Роса впечатлила уникальность Джо, его сумасшедший характер и чувство юмора, не говоря уже о игре на басу. Музыканты сошлись на любви к эпическому фэнтези и новой волне британского хэви-металла, и решили попробовать создать новый музыкальный проект вместе. Де Майя уже тогда заявлял, что они создадут самую популярную рок-группу в мире. К тому времени основной коллектив Роса за Диктаторс были на паузы, а Шейкин Стритс были не более чем выходом из положения, чем чем-то действительно серьезным, хотя Фридман успел записать с ними альбом. И на протяжении всего тура Heaven and Hell музыканты играли в гримёрках во время выступления хедлайнеров. Как-то Гизер Баттер и Тони Айуми, закончив очередную композицию, удивились, услышав, как кто-то еще играет. Но дива успокоил их, сказав, что это Рос и Джоуи репетируют. Так продолжалось снова и снова. Фридман признается, что Саббет очень их поддерживали, и именно в их гримёрке и родился Манавар. По возвращению в США, Рос расстался в хороших отношениях с Шейкин Стрит, найдя себе достойную замену в лице друга Де Майя, после чего сконцентрировал свои усилия с Джонасон Грайсингом. В качестве вокалиста басист решил пригласить своего школьного друга Эрика Адамса, к тому времени имевшего опыт работы в нескольких коллективах. А будучи подростком в возрасте 14 лет, под своим настоящим именем Луи Марула он даже выпустил сингл в 1966 в составе коллектива The Kids. Как-то к Россу случайно заглянул его друг Боб Карри А&Р в Emmy Records Liberty в Нью-Йорке. Услышанное его впечатлило, и музыканты вскоре получили бюджет на запись демо и контракт на запись. Для записи демки музыкантам потребовался барабанщик, и они наняли в качестве сессионного участника Карла Кеннеди из коллектива The Rots. Он же выступил продюсером демо. Относительно концепции нового коллектива, то она, по словам Росса, сложилась сразу же, как музыканты поняли, какой группой они хотят быть. Джо и Росс решили, что хотят быть пауэр-трио с мощным вокалистом, где каждый из участников будет действительно хорош. А поскольку Росс был фанатом истории, скандинавской, немецкой, римской, египетской, и вообще мифологии как таковой, не говоря уже о любви к музыке Вагнера, комиксах о Кононе, то все удачно сложилось один к одному. А вот с названием поначалу возникли проблемы. Музыканты долго ломали голову, как назвать свое детище, пока не остановились на манавар, что одновременно служило названием для определенного класса морского судна, а с другой звучало, как призыв выйти на тропу войны. Помимо прочего, это и подразумевало, что у каждого человека есть своя битва, в которой он должен победить, чтобы стать кем-то другим, изменить себя и свою жизнь к лучшему, и просто поверить в себя. Название же музыкантам подсказал Джон Стилвилл, дизайнер их инструментов. Но на этом новорожденные манавар не успокоились и решили пойти еще дальше. Роззе Босс утверждал, что музыканты хотели выглядеть так, как еще не выглядела ни одна хэви-метал группа. Манавар хотели быть более дикими, чем их современники. И с этой целью решили использовать мех животных. Манавар бросали вызов всему, что видели вокруг себя. Пусть это иной раз и противоречило здравому смыслу. Записав демо, группа попрощалась с Кеннеди, и благодаря объявлению в журнале нашла ему замену в лице барабанщика Дони Хемзига. После чего приступила к работе над материалом для дебютной пластинки, не стесняясь, впрочем, и давать концерты, что принесло им определенные плоды. А в 1981 Манавар были замечены менеджером Киз Биллом Акойном. Боб Карри подарил ему демку коллектива, и тот пришел в восторг, услышав ее, решив, что это следующая большая группа. После чего лично приехал к музыкантам с намерением стать их менеджером. Лейбл Liberty Records оказывал давление на Манавар, и хотел, чтобы они включили в дебютный альбом как можно большее количество песен за короткое время. Надо сказать, что в тот период Роззе Босс, возможно, был даже более доминирующим сунграйтером, чем Джоуи Де Майя. Запись пластинки прошла в критерия студиос в Майами. Музыканты, на удивление, сочетали порочную жизнь с работой в студии. Неожиданным моментом стало участие легендарного актера Орсона Уэллса на альбоме. Музыканты написали композицию, для которой не годился вокал Эрика Адамса, и Фридман стал размышлять, кого бы позвать. Джеймса Эрла Джонсона, известного как «Голос Дарта Вейдера», Винсента Прайса или Орсона Уэллса. И благодаря Бобу Карри музыканты смогли выйти на менеджера последнего, после чего отправили актеру демо музыки и текст. Тому понравилось, и он согласился. Так что, мановар оплатили ему студию или музею, после чего получили желаемое. Дебютная пластинка Battle Hymns коллектива «Мановар» увидела свет 7 июня 1982-го и представляла собой будущую дихотомию творчества коллектива. С одной стороны были вещи условного соцреализма, больше пива, хэви и счастлив я, а с другой – заигрывание с драматизмом стори-теллинга, мифологией и вагнериадой. Хотя первенец по большому счету все-таки тяготеет скорее к хард-року, чем к металлу, несмотря на свою сырость и резкость. Славная, маскулинная будущая группы сквозила уже изо всех щелей. Впервые в истории группы звучит призыв сражаться за истинный металл. Но, безусловно, определяющей для будущего мановар стала заглавная композиция Battle Hymns. Остальные вещи, несмотря на проходящую красной линией тематику битов в той или иной форме, заметно ей уступают. Исключением можно лишь назвать вышеупомянутую Dark Avenger с участием Орсона Уэллса. В дальнейшем музыканты еще не раз будут прибегать к таким нарративным мандене. Вопреки ожиданиям, пластинка Battle Hymns коммерчески провалилась в США, но была замечена в Европе, где Ода маскулинным мужикам пришлась местным обывателям по вкусу. Тур в поддержку пластинки вместе с Тедом Нюджетом продлился всего несколько месяцев, после чего Эми приняли решение расторгнуть контракт с группой по причине коммерческого провала дебютника. Мановар не опустили руки и приняли решение самостоятельно организовать небольшой тур. Менеджер группы справился с задачей за несколько недель, что помогло музыкантам приобрести небольшую известность внутри страны, а также продолжать завоевывать европейских поклонников, особенно Великобритании и Германии. Но в профессиональном росте группы наметилась стагнация. Хотя Мановар продолжали давать концерты, никакого интереса со стороны лейблов к ним не проявлялось. Но музыканты ковали железо, надеясь рано или поздно заключить новый контракт, а пока наращивали свое мастерство и аудиторию. Однако, такой напряженный график и творческие разногласия привели к тому, что Мановар решает покинуть в конце тура барабанщик Донни Хэмсик. На смену ему приходит приятель Демайя Скотт Коламбус, ставший еще одним кирпичиком в фундаменте пафоса Мановар. Утверждалось, что барабанщик просто не был способен играть на обыкновенных, как все барабанах и палочках. И ему нужны были специальные, стальные, и настолько была велика его сила. Отличный пиздёк. Маркетинговый ход. Что тут скажешь? Контракт с новым лейблом Мегафорс Рекордс Мановар подписали собственной кровью, утверждая таким образом, что они настоящие труметалисты и клянутся на собственной крови, что никогда не предадут металл, бросая тем самым вызов критикам и ортодоксальным слушателям. Этот маркетинговый ход стал темой июрского номера журнала Киранг за 1983. До Мановар нечто подобное в конце 70-х делали только Кис, выпуская фирменные комиксы из краски с добавлением крови самих музыкантов. Поскольку материал у Мановар был уже давно готов, то они вошли в студию и оперативно его записали сразу после окончания тура. Первоначально планировалось, что это будет EP, но по ходу работы стало понятно, что готов второй полноформатник группы Инта Глори Райт, получивший свое название в честь заглавной композиции из дебюта. Пластинка, вышедшая 1 июля 1983-го получилась уже более металлической, но не менее сырой и полной какого-то хатонического ужаса гиперборейской эпохи Роберта Говарда и мифов Ктулху Говарда-Филипса Лавкрафта. Это среднетемповое, тягучее повествование, тем не менее развивающее канон группы. Мифология и аутофилия и бессмертный металл естественно. Концепция релиза пришла от Вридмана и Демая и может в некоторой степени рассматриваться как прото-викинг металл. Это самая мрачная и сырая работа Мановара на сегодняшний день. То, что действительно можно было бы назвать настоящим металлом. Особенно по сравнению со всем тем, что последует дальше. Забавно, что это единственный альбом группы, на котором будет фото самих музыкантов на обложке. На композицию Gloves of Metal впервые в истории Мановара был снят клип. В поддержку пластинки, которая снова не получила значимого отклика в США, поскольку была слишком авангардна и мрачна, Мановар отправились в тур по Европе и Японии, где их уже очевидно любили. Самым же неожиданным маркетинговым ходом стало участие Мановар в ток-шоу LiveWire на детском телеканале Никредио. В начале 1984 Мановар приступили к записи своей третьей пластинки, которая должна была стать данью уважения их европейским фанатам, а в первую очередь англичанам. Более подробно о истории этого альбома вы можете узнать из отдельного ролика на канале. Музыканты пришли к пониманию, что их заигрывание с true metal и чистотой жанра лучше оставить для их имиджа, слогана, бренда и лирики. А вот музыку стоит начать делать более коммерчески доступным, если они, конечно, не планируют досидим играть по европейским клубам за компот. Пластинка была оперативно записана за 6 дней и выпущена в феврале 1984-го. Причем, хотя музыканты решили сделать альбом своеобразным извинением перед Англией забыла и просчеты за главные вещи и названия у пластинки еще не было. И только к концу работы, когда Мановар буквально завалили письмами из Великобритании они сочинили сначала песню, она уже и подарила название пластинки. Обложка была очевидным омажем и низким поклоном за преданность европейским фанатам группы. Де Майя утверждал тогда, что в Европе знают и любят настоящий металл, а США еще не готовы к этому. Надо признать, что несмотря на всю клоунаду и карикатурность группы в итоге, Мановары всегда умели ценить и понимали от кого действительно зависит их благосостояние и будущее. Череда неудач в профессиональном шоу-бизнесе научила их ценить собственную аудиторию. Чего стоит только одна армия с этой пластинки, ставшая Одой Росса растущему легиону поклонников Мановар, которая со временем превратится в настоящий культ. Сочетание запоминающейся мелодики и простовато-листивой лирики заставляет биться в один такт поклонников группы по всему миру. Мановар говорили, что неважно где ты и откуда, мы с тобой одной крови и едины в металле. После выхода пластинки Hell to England британский лейбл Мановар разорвал с ними контракт, мотивировав это тем, что теперь они работают исключительно с местными группами, и музыкантам снова пришлось искать для себя новое пристанище, и им стал Ten Records. Первый же сингл на новом лейбле ознаменовал о том, что Мановар целиком и полностью следует своей новой политике. All Men Play on Ten звучало вполне себе радиоформатно без какой-либо былинной сырости или непричесанность. Это было восхваление как самих Мановар, так и мужчин как концепции и, конечно же, их нового лейбла. Таким образом, Де Майо и компания хотели сразу убить несколько зайцев. А спустя десять месяцев Мановар выпускают четвертый альбом, получивший название Sign of a Hammer. Секрет такой плодовитости был в том, что к работе над своей третьей пластинкой музыканты приступили, имея на руках материала в два раза больше, чем им было надо и не придумали ничего лучше, как, по сути, записать зарастого альбома. Второй, правда, писался тайно и потом доведенный до ума вышел уже на совсем другом лейбле. Обложка релиза получилась несколько спорной и, очевидно, заигрывала, скажем так, с правой эстетикой, причем ее в скандинавском мифологической форме. Это единственный релиз группы без оригинального логотипа. Музыкальная же и лиричная форма продолжала упрощаться до более понятных американскому рынку. На среднем прошлого можно было посчитать композиции Гаяна Культ оф Дэмпт, рассказывающую о массовом самоубийстве последователей культа Джима Джонса. И Маунтсен, неторопливую, как сами горы песню. В какой-то степени ее можно назвать Павердум-балладой. Пластинка Сайн оф Зе Хаммер принесла группе первый коммерческий успех, позволивший Мановар турить на протяжении двух лет вплоть до 1986-го. В поддержку новообретенного статуса музыканты стали использовать элементы шоу. Благодаря своему мощному концертному оборудованию 5 ноября 1984-го во время шоу Хаммер Смит Одеон Мановар впервые попали в Книгу рекордов Гиннесса как самая громкая группа на планете со своими 135 дБ. Фридман утверждает, что этот саунд музыканты окрестили как Divine Wind. После окончания двухлетнего тура в поддержку Сайн оф Зе Хаммер Мановар взяли небольшой перерыв. Де Майя признавался, что музыкантам в очередной раз пришлось искать для себя новый лейбл и с каждым разом это становилось все труднее. Басис даже утверждал, что Мановар намеренно саботировать, но никому, мол, не удастся их остановить. Никому и ничему. Поразительная бравада. Спустя практически год Мановар таки заключает контракт с Atlantic Records и выпускают 17 февраля 1987-го новую полосинку Fighting The World. Она становится первым действительно большим коммерческим успехом группы в США, поскольку еще более упрощенный и лаконичный стиль Мановар окончательно выродившийся в комикс, так и сумел достучаться до мейнстрима, о чем вполне очевидно символизировала и обложка релиза, выполненная художником Кеном Келли, известным по работе с Kiss над Destroyer и Love Gun. Музыкальный материал даже в самых мрачных своих проявлениях звучал уже более дружелюбно и вполне мог попасть в ротацию на радио, но лейбл группы по какой-то причине не стремился прикладывать подобные усилия. Впрочем, на композицию Blow Your Speaker был снят клип, что получилось весьма иронично, поскольку в ририке Мановар провозглашали собственную независимость от MTB и радио. В таком случае возникал вопрос, а где в то время они собирались его крутить? Нет ответа. Де Майо утверждал, что вдохновение для композиции пришло из того факта, что телевидение и радио по большому счету игнорировало современный металл. И вот этой песне и снятые на нее видео Мановар давали понять, что с ними этот фокус не пройдет. Они и так найдут своего слушателя. Собственно, и дальнейшая деятельность группы была связана с ее мифологизацией, а не какими-то интересными творческими решениями или инновациями. В конце 1987-го Мановар во второй раз попадает в Книгу рекордов Гиннесса как самая громкая группа в мире. Что им дало это на практике, я не знаю. Ничто не мешало любой другой мейнстрим-группе устроить такой же трюк с оборудованием, но никто не видел в этом смысла, кроме Мановар, которые пытались скрыть вторичность своего творчества и его стремительную коммерциализацию за таким вот гротескным пафосом. К созданию новой пластинки Мановар приступили более воодушевленные, чем когда-либо Fightin' the World. Имел успех в Европе, да и в Америке. Его приняли теплее, чем какую-либо другую запись Мановар, но музыкантам хотелось большего. Прорваться в первый эшелон металла, сделав значительный рывок в мейнстрим. Поддержал стремление Мановар и Atlantic Records, так что вскоре после окончания тура музыканты вошли в студию Universal в Чикаго. На руках у них уже было приличное количество материала и самое ироничное во всем этом, что заглавная композиция, подарившая имя пластинки, была написана под вдохновением композиции хип-хоп коллектива Beastie Boys You Gotta Fight For Your Right To Party. Да-да, не удивляйтесь, вот такой вот он true metal. Фридман признается, что у него засел в голове этот риф и он спросил у музыкантов, что вы думаете насчет этого. Гитарист немного изменил его так, чтобы он звучал более по-роковому. Никто из его коллег не был против и так родилась эта простая песня с хитовым припевом. Для усиления эффекта были приглашены фанаты, которые исполнили для записи крик Мановар Киллз в клубе Ферсти Уэлл в Чикаго. При этом даже саунд барабанов в этом треке прикрикался с Beastie Boys, но таково и было намерение Фридмана. Относительно сонграйтинга в группе Росс говорил, что он вместе с Де Майя были вроде Реннана и Маккартни от Heavy Metal. Когда только они вошли в студию, то между ними царила настоящая химия. Они были по-настоящему увлечены общим делом. Даже сама манера игры, когда бас Джо в тарелогитаре Росса, как например в композициях Blood of My Enemies или Blood of the Kings, рождали особый саунд Мановар, который Фридман называл Мановар Гэллоп. На Латверстон стало привлечение к записи настоящего хора в композиции Crown of the King. А также баллада Heart of Steel записанной как на английском, так и на немецком языке, учитывая растущую фан-базу коллектива в Германии. Но и не обошлось без скандалов. Композиция Pleasure Slaves получилась настолько маскулинно-токсичной, что вызвала негативную реакцию со стороны женской общественности. Музыканты оправдывали это тем, что изначально не планировали включать композицию в основной альбом, а добавили ее в качестве саундтрека. Но кто им поверил? Обложка релиза, выполненная художником Кеном Келли, продолжает линию прославления безымянного воина в окружении флагов, важных для успеха манавар стран. Название для композиции и, соответственно, пластинки пришло от Демайя. И хотя оно в чем-то отражало суть группы, но при этом лишало ее гастрольных партнеров и играло группе дурную славу. Притмин признавался, что и концепция Демайя с true metal против false metal принесла музыкантам много проблем и часто становилась источником их унижения. Пластинка Kings of Metal увидела свет 18 ноября 1988 став блистательным завершением золотой эпохи манавар. Если Fight in the World стал первой пластинкой группы и второй после турбо Judas Priest записанной на цифровом оборудовании, то последовавшая Kings of Metal также использовала подобный подход, который за два года далеко продвинулся вперед, что придало пластинке более масштабное и тяжелое звучание. Росс считает, что именно Kings of Metal увековечил успех и славу манавар. Несмотря на очевидный потенциал альбома, в группе незадолго перед его выходом происходит титаническая перемена события, по сути разделившая историю манавар на до и после. Всего за несколько дней до выхода пластинки музыканты расстаются с гитаристом Россом Зе Боссом. Фридман утверждает, что виной всему были деньги, жадность и прочие пороки шоу-бизнеса. Де Майя хотел быть главным в группе и не мог смириться с партнерством с Россом. Гитарист же, имея за плечами опыт работы в успешных за Диктаторс, записав с ними три альбома и один с коллективом Снэкин Стрит, не собирался становиться послушной марионеткой басиста. Росс утверждает, что заявил, что никто не может указывать ему, что говорить, как говорить и во что одеваться, и его непреклонность поставила окончательную точку в его судьбе в группе. Опьяненный коммерческими перспективами Манавер, Де Майя решил избавиться от своего партнера, захватив единолично власть в группе и Джо заявил, что Россу нужно уйти, а тот ответил, с чего бы, может пасисту самому пойти, ведь они были равноправными партнерами. Фридман признается, что к тому времени он действительно не очень хорошо проводил время с остальными музыкантами, но это не означало, что он хотел уйти. Босс хотел просто пообщаться ничего общего. И в итоге это привело к тому, что Росс таки был уволен из группы, поскольку больше не мог терпеть Придур Де Майя, его алчность, жадность и злобу. Джо просил его уйти буквально за несколько дней до выпуска альбома, что означало, что вся работа, которую проделал Фридман за эти годы, вся кровь, пот и слезы, жертвы и борьба были принесены зазря. Когда все это наконец-то стало приносить достойные плоды, гитариста уже не было в группе. Чтобы получить все, причитающиеся ему по праву. Фридман, прекрасно помня о том, что когда он познакомился с Джо, тот был обыкновенным Роуди, принял решение разорвать с ним все связи, учитывая ту неблагодарность, что стал проявлять к нему его уже бывший коллега. Не говоря уже о том, что творческая концепция Мановар перестала устраивать Фридмана. По его мнению, все разоренились и стали действовать осторожно, чтобы не вспугнуть мейнстрим. От былинной конфронтации не осталось ничего, кроме словесного популизма. Росу же не хотелось играть безликую музыку, лишенную какого-либо стержня индивидуальности и смелости. И как показало время, он оказался прав. Совпадение или нет, но с уходом Фридмана закончилась золотая эра Мановар. Все, что было после, звучало уже совершенно иначе и иной раз напоминая скорее просто сольный проект Джо Де Майя под старым брендом, чем непосредственно сам Мановар. Замену Росу нашли в лице гитариста Дэвида Шенкла, которого, как утверждалось, отобрали после прослушивания 150 кандидатов. По другой же версии, группа была знакома с ним со времен тура в поддержку Fighting the World. В следующие годы Мановар проведут, занимаясь преимущественно гастрольной деятельностью. А в 1990-м группу принимает решение покинуть барабанщик Скотт Коламбус. Новым участником Мановар становится Кенни Эдвардс, прославившийся тем, что как-то сжег свои барабаны. Видимо, по этой причине, как утверждается, Коламбус передал ему свою стальную установку. К созданию седьмого альбома Мановар приступили в стремительно изменившемся музыкальном ландшафте. Atlantic Records, будучи прагматиками, попросили группу сделать новый альбом более приземленным и отвечающим духу времени. Музыканты же не спешили приступать к работе. По словам Де Майя, музыканты решили построить собственную студию, чтобы убедиться, что у них есть подходящие условия для работы. Это заняло определенное время, равно как и написание материала. Мановар должны были убедиться, что все идет как надо. 29 сентября 1992 выходит седьмой альбом Мановара Triumph of Steel. Примечательна, пластинка была единственной, что эпической 28-минутной композиции По сути, полчаса пересказа Илиады Гомера, причем большую часть хронометража вопреки ожиданиям занимала не самая лучшая инструментальная мандельная. Остальной материал тянул больше на бисайды, чем на какие-то действительно стоящие произведения. Пластинка принесла Мановар новые проблемы, услышав готовый материал, лейбл Atlantic Reuters осознал, что группа не прислушалась к их советам, что вызвало напряжение между ними и музыкантами. Тем не менее, Мановар отправились в очередной двухлетний тур, во время которого группа в третий раз попала в книгу рекордов Гиннесса как самая громкая группа на планете. Джо де Майя сумел хитро продать использование современных технологий на полную мощь, как преданность Мановар настоящему обороты второй волны блэк металла, которая, используя подручные средства, добивалась большей аутентичности и честности при минимуме технических средств. После окончания тура гитарист Дэвид Шанкл, разочаровавшийся в Мановар и их подходе к творчеству, решил вернуться к классической гитаре, занявшись преподаванием в собственной музыкальной школе и игрой в собственном коллективе. Мановар тоже не стали сидеть без дела и приступили к поискам гитариста. Первоначально они хотели вернуть в группу Росса Зе Босса, но тот отдал предпочтение сольной карьере, а потом в дело вмешалась сама судьба. Как-то Демайя случайно познакомился на улице с собственным фанатом. Его звали Карл Логан и он умел играть на гитаре и очень хотел быть в группе. Сам же гитарист вспоминал, что чуть не сбил попросту Демайя на своем мотоцикле. Логан был суровым байкером и именно под его влиянием, как утверждается, подобная эстетика стала доминировать в творчестве Мановар. Демайя пригласил Карла на прослушивание, а они немного поджимовали, после чего группа единогласно приняла нового гитариста. Приятным моментом стало желание Скотта Коламбуса вернуться в Мановар. Музыканты с радостью приняли своего забудшего сына. Таким составом группа записала восьмую пластинку Louder Than Hell, вышедшую 24 сентября 1996-го, спустя четыре года после предшественника. Музыкальный материал продемонстрировал, к сожалению, перепроизводство металла Мановар как такового. Три из четырех приличных композиций на пластинке Brothers of Metal, Courage и Number One впервые были исполнены и записаны в качестве тема еще в 1986-м. Но в то время были отложены в стол как недостаточно сильные вещи и вот теперь их час пробил. Кстати, о нем. Четвертая вещь Return of the World получилась глуповатым блокбастером второго эшелона Хэви, но на безрыбье и рак рыба. А если уже на Triumph of Steel чувствовалась нехватка гитарного мастерства Аросса Фридмана, то Louder Than Hell буквально вопил об этом. Ушла в прошлое былая яркая варварская интенсивность и обильная мелодика. Мановар, по всей видимости, понимали это и сами и весь остаток 20-го века посвятили выпуску различных сборников и концертных релизов. Официально, впрочем, музыканты утверждали, что у них просто не хватило времени из-за затянувшегося Девятая пластинка коллектива Warriors of the World появилась спустя 6 лет в 2002-м, во многом благодаря настойчивости и усилиям Брайана Слегеля из лейбла Metal Blade Records. Его путь с Мановар пересекся после того, как группа в очередной раз осталась без лейбла. По словам Слегеля, 90-е оказались тяжелым временем для Мановар в США. Музыкальные приоритеты сменились и музыканты могли только мечтать о тех площадках, на которых играли 80-е у себя дома, а вот в Европе их по-прежнему любили и они могли там стабильно собирать арены. Инициатором сотрудничества стал сам Слегель. Получившаяся пластинка по его мнению вернула Мановар туда, где они были в конце 80-х, в первую очередь с точки зрения американской аудитории. Альбом, правда, представлял собой сомнительный винегрет из повторения пройденного, разбавленного пошловатыми оркестровками и кичливыми каверами, призванными по большей части продемонстрировать вокальные возможности Эрика Адамса. За исключением заглавного трека Warriors of the World остальные вещи, мягко говоря, смело могут претендовать на гордое звание филеров. Пластинка триумф одной песни, максимально затянутый сингл, тем не менее открывший в чем-то группу для нового поколения, снятый на этот. Последний блокбастер в дискографии Мановар Клип поражал своей малобюджетностью, перекликающийся в этом отношении с клипом коллектива Мастер Кресты. А несмотря на теплый прием пластинки, Слегелю буквально пришлось заставить Мановар отправиться в тур по США. В качестве саппорта выступили Six Feet Under. И такой противоречивый союз стал одним из немногих туров. Мановар, который действительно положительно повлиял на продажи пластинки. После группа занялась порочной практикой постоянных гастролей и выпуском концертных альбомов. В 2002 выходит Fire & Blood, в 2003 Hell on Earth Path 3 и в 2005 Hell on Earth Path 4. Несмотря на сотрудничество с Брайаном, Слегелем и Метал Блайт Рекордс, Дамайя принимает решение создать в 2003 собственный лейбл Magic Circle Music. Джо мотивировал это тем, что хотел, чтобы Мановар могли играть и записывать ту музыку, что сами хотели, не зависит ни от кого. К работе же над десятой пластинкой музыканты приступали несколько раз. Первая проба пера сорвалась из-за того, что Карл Логан попал в ДТП на мотоцикле и сильно повредил руку. Первоначальный приговор грозил, что гитарист никогда не сможет играть на гитаре снова, но после продолжительного периода восстановления Карл смог заиграть на гитаре как ни в чем не бывало. И в 2007 на собственном лейбле группе Magic Circle Music выходит концептуальная работа под номером 10 изначально планировалось, что это будет первая пластинка из череды концептуальных работ, посвященная мифологии народов мира. Первенец в этой череде был посвящен преимущественно скандинавским мифам. Проблемой же пластинки стала скучная и излишняя попытка в симфоничность и обилие инструментала и диалогов, пытающихся скрыть таким образом посредственность основного музыкального материала. На лучшую по мнению музыкантов композицию Dive for Metal был снят еще один малобюджетный крип. В 2008 Манавар окончательно осознав, что не могут никого уже удивить своей музыкой, решили снова зайти в индустрию с тыла. Сначала они отыграли пятичасовой концерт в Болгарии, а затем в честь двадцатилетия пластинки Kings of Metal устроили четырехдневный фест, отыграв там в течение двух дней. В 2009 Манавар выпускает двойной EP Thunder in the Sky. Как такое может быть? Все просто. Релиз состоял из оригинального шеститрекового EP, включающего в себя пять оригинальных композиций и новую версию The Crown and the Ring и второй диск, включающий в себя пятнадцать версий композиции Фазов. Произведение, надо сказать, запомнилось именно за счет этого факта, а не по причине какой-то своей творческой исключительности. Но было приятно знать, что музыканты по-прежнему ценили свою аудиторию и стремились ей угодить. Остальные композиции не сильно далеко ушли от предшествующего этому EP альбома. Помимо этого лингвистического безумия Фазер, релиз поразил многих и тем, что впервые с времен дебютника Battle Hymes в записи принял участие барабанщик Донни Хэмзик. Что случилось со штатным Скоттом Коламбусом было непонятно. Ситуация прояснилась лишь несколько лет спустя, когда барабанщик публично заявил, что покинул Манавар еще в 2008-м но по какой-то причине группа не хотела афишировать этот факт и на протяжении еще двух лет Коламбус числился в ее составе. Скотт утверждал, что у него возникли некоторые творческие разногласия с остальными музыкантами, по причине которых он не мог работать в группе дальше, а также опроверг миф о том, что первый раз он покинул группу из-за болезни сына. Это не соответствовало действительности. Подобные заявления были сделаны Манавар без согласия Коламбуса. Но даже после того, как 1 июня 2010-го Скотт публично озвучил эту информацию, прошло еще почти 4 месяца, прежде чем 15 октября 2010-го Демайя объявил, что Донни Хэмзик стал официальным участником группы, что, наверное, порадовало самых ортодоксальных поклонников, а затем Джо устроил им шоковую терапию, заявив, что Манавар перезаписать свой дебют. Мотивировав это решение тем, что в те времена группа по причине молодости и неопытности не смогла правильно исполнить и записать материал дебюта, из-за чего он, мол, до сих пор по достоинству не оценен. Хорошо, если это действительно было благое намерение, то окей. В Ставе Манавар был оригинальный барабанщик тех лет. Так что же мешало музыкантам пригласить для перезаписи и гитариста той эпохи Роса Зе Босса? Ответ вполне очевиден. К большому счету это решение было продиктовано исключительно коммерческими интересами и свидетельствовало о том, что в группе не просто кризис идей, а тотальное их отсутствие. Но благодаря тому, что музыканты сумели воспитать несколько поколений неистовой аудитории, эту маркетинговую пустышку удалось продать. Если же подумать логически, то каким образом альбом, перезаписанный спустя практически 30 лет отнюдь не помолодевшими музыкантами будет лучше, пусть и сырого, и невнятного оригинала, но исполненного полными юношеского задора и максимализма неофитами. Безусловно, с технической точки зрения ремейк получился тяжелее и четче, но во всем остальном он безусловно проигрывал оригиналу. Повествование стало медленнее, ушла энергия и драйв, а соло Карла Логана не дотягивало до партии Росса Зе Босса. Надо сказать, что и сам Фридман весьма мягко говоря холодно отнесся к этому релизу. Нет ни одной адекватной причины, почему кто-то должен предпочесть эту версию оригинала. За исключением того, что Джо Де Майя хотелось, не особо напрягаясь, заработать денег, а затем снова отправиться в мировой тур. А 4 апреля 2011 поклонники Манавар были шокированы смертью барабанщика Скотта Коламбуса. Бывший участник коллектива, отдавший ему 26 лет жизни, покончил с собой после затяжной депрессии в возрасте 54 лет. 11-й, последний на сегодняшний день альбом Манавар увидел свет 19 октября 2012-го. А если говорить об ассоциациях при прослушивании, то это пережеванная на протяжении нескольких часов жевательная резинка, сохранившая еще более-менее свою плоть, но полностью утратившая свой вкус и аромат. Релиз строго для самых отчаянных поклонников группы, да и не все из них, как мне думается, смогли его осилить до конца, поскольку это настоящий бенефис деградации Манавар как творцов. В поддержку пластинки группа, разумеется, отправилась в одноименный тур, а затем выпустила концертную версию EP, записанную прямо во время гастролей. Оценив по достоинству, как была встречена их последняя номерная пластинка даже не критиками, которые никогда по большому счету не ценили Манавар, а их собственной аудитории, Де Майя принимает решение сделать еще один ремейк собственного творческого наследия. Это был безопасный вариант, как снова продать поклонникам дважды один и тот же альбом и отказать в честь него очередной тур, не особо рискуя собственной репутацией. Поводом для очередного святотатства стало 25-летие пластинки Kings of Metal. Джо обещал поклонникам, что Манавар будут чтить оригинал как источник вдохновения, но сделают все с дополнительной энергией, используя всю мощь современных технологий и 25-летний опыт группы. Как видите, Де Майя в очередной раз подменяет суть металла для своей аудитории. Жанр в ловких пальцах басиста в очередной раз из музыки превращается в использование современных достижений техники. Так уже было с их рекордами громкости, так оно теперь будет и с ремейками. Хорошо, что хоть Де Майя не считал свою аудиторию совсем уж идиотами, по крайней мере, на словах, и утверждал, что пластинка будет содержать новые аранжировки и изменения с учетом живого исполнения материала. Плюс в нее должны были войти какие-то интересные бонусы. Надо ли говорить, что пластинка полностью провалилась? Это творение получилось еще более беззубым, чем ремейк Battle Hines и звучало, как выдохшееся теплое пиво по сравнению с оригиналом, не говоря уже о том, что у музыкантов не хватило мужества сохранить как последовательность оригинального плейлиста, так и спорную композицию Причем коммерческий провал новой версии Kings of Metal был настолько оглушительным, что после небольшого тура в их поддержку с 2014 года и по сей день Мановар не давали концертов у себя дома в США. В 2015 группа заявила, что работает над новым альбомом, который должен был выйти в начале 2016-го, но этого не случилось. Вместо этого музыканты продолжали давать концерты и обещания. В конце мая 2016-го Мановар наконец-то объявили о том, чего многие давно ожидали. Музыканты уходили на покой, но перед этим отправлялись в прощальный тур The Final Battle, который, как часто бывает, оказался далеко непосредним в истории группы и одним из первых окончательность карьеры. Мановар поставил под вопрос их бывший гитарист Розе Босс Фридман, который не поверил, что Де Майя так просто уйдет со сцены. В 2018-м Мановар внезапно столкнулись с гигантским репутационным скандалом. Их гитарист Карл Логан был обвинен в хранении и, возможно, даже распространении порнографии с участием несовершеннолетних. Музыкант и раньше выглядел как замаскированный эсэсовец. И теперь все сложилось один к одному. В 2022-м Логан таки признал себя виновным и получил срок 5,5 лет тюремного заключения. Новым гитаристом Мановара стал A.V. Мартал, а следующим релизом EP Final Battle, вышедший в 2019-м спустя 3 года после того, как Мановар объявили, что уходят на покой. Как и в случае с пластинкой Gods of War планировалось, что новый релиз станет первым в трилогии, основанной на одноименном туре, но уже вскоре музыкантам пришлось изменить свои планы, поскольку обратная связь на EP получилась преимущественно негативной. Это был очередной релиз, созданный исключительно для самых преданных или отбитых фанатов Мановар, не имеющий никакой художественной ценности. Единственной причиной, по которой EP можно было послушать, так это разве что? Для того, чтобы услышать как далеко, в этот раз завели амбиции Де Майя, решившего лично исполнить вокал в последней композиции You Shall Die Before I Die. Несмотря на название пластинки The Final Battle 1 и издевательское название Тура The Final Battle World Tour 2019, Джо Де Майя стремительно переобулся в воздухе, заявив, что Мановар не собираются на покой. Преимущественно не потому, что они сами этого хотят, а потому, что поклонники требуют, чтобы они продолжали. Не, ну правильно, Джо, у того, кто не переубывается, обычно ноги воняют. Июнь 2019 Мановар встретили очередным скандалом. В этот раз под раздачу попал Hellfest. Буквально в последний момент организаторы отменили выступление группы по неизвестным причинам. Де Майя сразу поклялся, что они будут судиться, но чем закончилось дело, так и осталось особо неизвестным. Вероятно, стороны пришли к досудебному урегулированию конфликта. После чего Мановар взяли паузу на два года. Изначально они планировали отправиться в апреле 2021 в юбилейный тур в честь своего 40-летия, но по ряду объективных причин от этой идеи отказались. И только в 2022-м музыканты вернулись на сцену с новой программой и новым составом. Барабанщик Андерс Йоханссон по личным причинам отказался от дальнейшего сотрудничества с группой и был заменен Дэйвом Чедриком. А на место гитариста Эви Мартелло взяли легендарного любителя рукоблудия на гитарах с двумя грифами Майкла Анджела Баттио. Обновленные в очередной раз Мановары не стали зря терять время и выпустили 22 июня 2022 новый EP Highlights From the Revenge of Одиссей. Концептуальную работу основанную на Одиссее Гомера и рассказывающую историю великого героя Одиссея и его долгих и полных опасностей приключений в попытках вернуться домой к жене Пенелопе. Что ж, надо отдать Демайя должное. Он предпринял попытку сделать наконец-то что-то необычное и взял референсом свой собственный эпик The Triumph of Steel. Намерения вероятно у группы были благие, но вот сама реализация подкачала. А несмотря на то, что на релизе было представлено пять композиций и было заявлено, что EP станет предтечей к полноформатному концептуальному альбому, музыканты с трудом наскребли музыки на 14 минут. И ладно, если бы это было что-то действительно воодушевляющее или цепляющее, так нет. Монавары в очередной раз пытаются войти в одну и ту же воду, используя свой знаменитый генератор фраз и аккордов из собственных самых замшелых стереотипов. Единственным светлым пятном релизом можно назвать гостевое участие вокалистки Кьяры Трикарико из Moonlight Haze. На все остальное нет смысла тратить свое время. Равно как и на вышедшей феврале спешл сингл для немецких поклонников Монавар Loud und Hot Stag und Schnell. Это была музыка, от которой буквально хотелось сырать. На волне такой череды коммерческих провалов The Maya не придумал ничего лучше как объявить что в 2024 выйдет ремейк пластинки Sign of a Hammer перезаписанный к 40-летию оригинала. Музыкант обещает сохранить жесткость оригинала с вдохновением которое музыканты черпают от своих поклонников и да-да-да усилением всего новейшими технологиями что даст Монавар максимум металла. Удивительно что The Maya смог продержаться целых 10 лет прежде чем в третий раз запустить этот маркетинговый трюк. Но видимо остальные варианты были еще хуже. Честно говоря сложно представить что 69-летний The Maya и 71-летний Адамс смогут выдать такого на ремейки чтобы не ударить в грязь лицом. Все-таки Монавар это не Iron Maiden и не Judas Priest и красиво и с достоинством стареть у них ну никак не получается. И знаете друзья я не удивлюсь если внезапно окажется что совершенно случайно Монавар решили перезаписать и Hell to England вот такой еще один приятный подарок для дорогой и нежно любимой аудитории. Еще более страшнее от того что на следующий 2025 Монавар анонсировали новый альбом уже сейчас можно делать ставки какие тексты будут на пластинке и какие последовательности аккордов можно ожидать сомневаюсь что может случиться чудо и до сунграйсинга будет допущен батю который хоть никогда не хватал звезд с неба на творческом поприще но в любом случае мог бы внести свежую струю в застоявшиеся и давным-давно стухшие воды группы что ж Монавар сегодня это пожухлая и понурая карикатура на самих себя сорокалетней давности единственная активность представляющая какой-никакой интерес была связана со скандалами а не с давно уже умершим творчеством группы уже более тридцати лет Демайя и компания насилуют мертвый труп собственной концепции словно в издевательстве над своими самыми лучшими фанатами на свете переставляя слова и аккорды в рандомном порядке но никогда не вырываясь за узкие пределы собственных рамок как независимая музыкальная формация Монавар умерли примерно на рубеже между пластинками Into the Glory Ride и Sign of a Hammer как творческий союз после выхода Kings of Metal все что было дальше представляет собой обыкновенную вариацию на американский шоу-бизнес причем в его самом порочном виде если кому-то хочется услышать что-то в духе блинного Монавар 80-х то рекомендую к прослушиванию сольные альбомы Росса the Boss конечно он уже давно тоже не тот но это на порядок лучше всего того непотребства что уже долгие десятилетия творят Монавар исключительно по воле Джоди Майя Монавар запомнится как причудливая вариация на творческий путь легендарных Spinal Tap причудливый возведенный до абсолютно токсичной маскулинностью недребовательным к интеллекту творческим контентом и граничащий с абсурдом латентной гомосексуальностью такие дела друзья мои если вам нравится подобный контент то поддержите его выход чеканные монеты по ссылочке в описании берегите себя и своих близких до новых встреч удачи